Привет друзья! Пока кипит работа над историей Ямаха, решил рассказать вам об отечественном гоночном мотоцикле ИЖ-Ша-12. Но перед рассказом хочу посоветовать канал Днепр 7 континентов. Мой земляк на восстановленном МТ-16 собирается посетить все континенты и в видео формате поделиться своими приключениями с вами. Начало многообещающее и надеюсь все получится. Между прочим, в ближайшее время мы затестим Днепр для кругосветки. А пока месть поддержите Мотобрата подпиской на его канал. Ссылочка есть в описании. Гоночный мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок ИЖ-Ша-12 был подготовлен Ижевским мотозаводом в 1977 году на смену модели Ша-11 и создавался на базе узлов и агрегатов гражданского мотоцикла Юпитер-3. По сравнению с Ша-11, Ша-12 прибавил порядка 2-3 лошадиных сил мощности. Максимальная скорость возросла на 15 км в час, однако и в весе наблюдался небольшой прирост порядка 3 кг. Двигатель мотоцикла использовал основные детали от ИЖ-Юпитер-3, однако мощность увеличена почти на 30% за счет повышенной до 12-13 единиц степени сжатия. Двух карбюраторов вместо одного, измененной продувки и резонаторов специальной формы. Мощность составляет 37 лошадиных сил при 6500 оборотов в минуту. Глушителей и воздушных фильтров завод не предусмотрел. Для коробки передач производитель изготавливал два комплекта шестерен для лучшего соответствия конкретным трассам. Также мотоцикл комплектовался тремя разными задними звездами главной передачи. Передняя вилка и задний амортизатор использованы от ИЖ Планета Спорт, однако с уменьшенным ходом. Специальные гоночные шины были рассчитаны на скорости до 200 км в час, а сам мотоцикл мог похвастаться максималкой в 180. Инженер завода Максимов публикации журнала «За рулем» в августовском номере 81 года обозначал концепцию ША-12 как серийное производство спортивной техники на базе гражданских моделей. Мотоцикл вполне соответствовал этой концепции. Конечно, такой подход обусловил скромные технические характеристики, однако дал возможность снизить цену. Однако, производство 50-60 экземпляров в год даже с огромной натяжкой массовым не назовешь. В клубы ДСААФ ИЖ ША-12 поставлялся по цене 1700 рублей. И из массовых спортивных мотоциклов СССР он был самым дорогим. К примеру, за восход ШК-4 завод имени Дегтярева просил 700 рублей за штуку. ИЖ ША-12 продержался в производстве 9 лет. За это время в его конструкцию вносились изменения. Можно выделить ранние и поздние ША-12. Визуально, ранний мотоцикл можно определить по баку большего объема. На поздних мотоциклах он был уменьшен. В части ранних ША-12 применялись двигатели ША-11, кулачковая система зажигания, работавшая от аккумулятора на разряд. Позднее появилась безбатарейная бесконтактная система зажигания с двумя датчиками холла. Также появляется гидравлический рулевой демпфер вместо фрикционного. Использовался ИЖ ША-12 в классе 350b. Выступали на них спортсмены классом не ниже кандидатов в мастера спорта. Есть мнение, что доработанный ИЖ ША-12 мог достигать скорости в 200 км в час. Однако подтверждения этому нет. На ША-12 выступал 20-кратный чемпион СССР, России и СНГ легенда отечественного мотоспорта Александр Григорьевич Московка. Ходят слухи, что для него Ижевский мотозавод каждому сезону готовил новый мотоцикл. Гонщик Пауль Кук на ИЖ ША-12 стал чемпионом СССР в 1983 году. Его мотоцикл имеет полностью аутентичный вид. Эстонский обвес, отверстия в барабанах, рычагах и реактивных тягах. Прекрасный пример настоящего боевого мотоцикла 70-80-х годов. Какие еще были доработки? По правилам тех лет переделывать и изменять разрешалось немногое. Распространенным решением была замена цепной моторной передачи на шестеренчатую. Что повышало ресурс и надежность, а также позволяло изменить передаточное отношение от коленвала к коробке передач. В КПП вместо бронзовых втулок устанавливались игольчатые подшипники. Тормоза ИЖ ША-12 не отличались эффективностью и имели большое усилие на рычагах. Поэтому на рабочей поверхности кулачков ставили ролики, которые воздействовали на колодки. Ролики снижали потери на трение кулачков о колодке. Тормозить становилось легче. В тормозных барабанах и опорных дисках сверлились отверстия для лучшего охлаждения и снижения веса. Вообще, сверление отверстий для облегчения во всем, что не влияет на прочность конструкции, это модный тренд тех лет. Были и более затейливые варианты тюнинга, например, установка вертолетных пирографов в выпускные патрубки. Эти устройства позволяли контролировать температуру выпускных газов. Так можно было понять, насколько эффективно работают цилиндры и в нужный момент сбросить газ, чтобы не запороть двигатель в гонке, если температура становилась слишком высокой. Вот на фотографии справа от тахометра вертолетные указатели температуры выхлопных газов. Зажигание старались поменять на импортное. Ограничения не касались внешнего вида, поэтому облицовки и обтекатели меняли на свой вкус. Красили свои мотоциклы-гонщики также в меру своих возможностей и способностей. На исторических фото тех лет попадаются настоящие шедевры дизайна. Также применялись обтекатели и баки от эстонских вихуров или от минских гоночных мотоциклов. Выпускался Иш Ша-12 до 1985 года. Потом он был модернизирован и стал называться Иш 6.217. Одно плохо. Вся эта техника устарела еще на этапе задумки и проектирования. Благодаря большому количеству произведенных Ша-12 сохранилось их сравнительно много. Техника нередко встречается как в музеях, так и в частных коллекциях. На Иш Ша-12 также участвуют в любительских ретро-гонках. На этом все. С вами был канал Кроссмота. Выражаю огромную благодарность Олегу Подузову за его прекрасные исторические статьи, откуда основная часть информации была подчерпнута. Ссылочка также есть в описании. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!